ну чё всем здарова всем привет это эмфаси с андреей скалор сегодня у нас разборчик new and желт и серки late обожаю обожаю плагины с большим количеством букв r как карта у человек выражаю отдельное спасибо это замечательные фирмы вот почему он что интересного ну во первых потому что эта фирма new financial это одна из немногих очень-очень у меня мало к маленькое количество любимых фильм создателей плагинов это одна из них new and желт пакет elevate это мой любимый лимитер это мой любимый multiband transient shaper это клипер короче то есть у них все крутое тупо по компания который не делает ни одного плохого плагина то есть если вы не знали о ней бегите качайте дымки обязательно покупайте если есть такая возможность да то есть у них просто тупо топовая все и вот они выпускают новый продукт который вроде как с первого взгляда тупо делай ну если если вы меня например бы спросили андрей вот у тебя есть деньги во что ты хочешь вложить до в какой тип плагина ты бы хотел вложить чтобы создать еще на четвертом году я бы делай никак жизни выбрал типа кому нужен на хрен еще один делай то есть зачем казалось бы этих дилеев ну просто до жопы тем более есть какой там эхо бой sound toys да там в любом секвенции есть свой делай зачем нужен еще один делай вот это нам и сегодня предстоит узнать почему одна из лучших инновационных и крутых компаний которые делают плагины для создания музыки решила зафигачи делай и что в нем такого интересного вот мы сегодня узнаем я как обычно по своему специальному методу это мой метод установил дымку нихрена никакой мануала читать не буду не читал вот просто первый раз буквально вижу плагин вместе с вами будем разбираться и делать вывод для себя как говорится давайте сначала почитаем что не пишет про этот плагин на сайте вот но то что он добавляет к глубины и там какого-то и бенса окей вот это интересная фраза мне показалось вот они задают как бы сами себе тот же самый вопрос еще один плагин для дела и зачем да то есть они вроде как понимают что делает что дела и это не новый эффект что нафиг никому не нужен поэтому они заявляют о том что они полностью выкинули старые методы до работы сделаем как говорится вы пришли сюда забудьте все чему вас учили типа не выкинули какие-то старые хэндбуки дела и дизайнер с хэндбук и решили переосмыслить дилей эко эффект для современной музыки как для чего что там нужно использовать вот но интересно заявочка интересно то есть но переосмысление старых до вещей я категорически приветствую я вообще крайне фанат того что вот не надо вот это старческая вот это все что было да там очередной лейтой который работал там 60 лет назад ну типа делать таким же сейчас нет его нужно переосмыслить под современные стандарты да да всего нужно переработать изобрести заново потому что кто-то его изобретал да тогда там условно дела и вот привет от дела и бригад например но там куча раз space эхо какой-нибудь не нужно то же самое сейчас это должно быть другое это должно быть на ну-ка инновационное что-то основано на старой идеи но инновационное и вроде бы как они именно ну типа именно это пытая пытаются сделать вот давайте посмотрим что они тут зафигачили так поставил я вот эту демку у меня его пока нет я его не покупал хотя стоит он в принципе не так это и дорого но не знаю пока я не настроен на то что мне нужен еще один делай плагин но может быть он мне как-то супер сильно понравится чё есть у него ну давайте просто я тут накидал немножко примерчиков у меня есть вокал так выключу пока его вот такой вокал и клэп собственно говоря на них мы и будем сегодня это дело и чик протестировать чё сразу бросается в глаза вот это здоровенное окошечко с количеством репитов до first эхо секонд эхо ну давайте послушаем что будет если я допустим эту буду штуку двигать а но это тупо получается скорость повторения да а ну вот она здесь внизу тоже прописывается дела и битс но давайте сравнивать его короче с дефолтным делаем вот эхо допустим мои ботовский да вот и бот на вскоре х вот есть типа делает на 8 тут то же самое типа окей это только вынесено в отдельный прям целый ну типа такой здоровенный интерфейс давайте давайте на примере вокальчика будем тестировать чтобы это клэп как-то уныло а блин у меня еще сверху эхо наваливается и думаю чё так звук стал хороший такой да можно сделать слэп эхо а вот это чё такое это тупо громкость что ли ну кей-кей странная фигня насколько я понимаю этих палочек можно еще и одну новую типа добавлять вот это что такое репет а интересная фишка получается у нас как бы тут делай на такие две части что ли разделяется да то сначала первое но первое дело и потом какой-то хвост что ли как будто он ускоряется да ну-ка давайте почитаем что они вообще пишут про собственно говорят эту фичу дакт вокал нет же тут это тут вот new rhythmic options feedback delay can add rhythmic space spice to your production батюшн ну да то есть видимо у нас есть получается как бы два дела и ну как видимо тут feedback это называется feedback delay то есть если стандартный delay ну как он работает да то есть он просто тупо ой он тупо добавляет нам хвост повторения до этих хвостов то этот видимо он добавляет нам хвостов повторение и потом еще к этим повторением добавляет повторение в принципе прикольно то есть это добавляет такого некая некой живости да то есть delay но я не уверен что это ни у кого не было до этого ну ладненько ладненько сейчас послушаем может быть на какой-то другой еще музыки потому что блин на этом нифига непонятно на вокале таксис ну в общем тема прикольная не могу сказать что прям супер какая-то инновационная кажись и такое где-то уже видел может быть в эхо боя может быть в мелда turbo дела и но короче фидбэк куда делай как они заявляют тема неплохая так можно убрать этот фидбэк нафиг и допустим сделать моно делай но тоже не новенькая да потому что у нас например том же стандартном эхо вы и бот на вске и бот на скам ты тоже можешь где-то это было где-то сто процентов было да вот стерео убрать например нет же не то короче где где-то это точно по моему а вот стерео ручка вот это ну получить уже самый эффект да то есть больше стерео меньше стерео короче здесь ничего в этом плане нового особо такого не так вот тут какие то есть behavior поведение стандартное поведение давайте попробуем подтыкаться пич вар она прикольно блин вот эта штука уже для самом дизайна я так вижу неплохо вызов заходила только непонятно по какой огибающий что ли этот пич вар проходит как-то немножко непредсказуемо до грануля рачка блин а грануля рачка прикольно звучит блин а прям кайф ну-ка дай-ка на музыкальном каком-то моменте вот это час аккордик вырежу не это точно можно можно будет для самом дизайна использовать вот эта штука кайфовая ну вот что есть грануля рака это сразу выводит конечно на новый уровень этот плагин как бы стандартный ping pong даже пич варп это типа это мы видели уже тут вот я говорю даже вы бутонском в принципе дела и эхо это все есть он стерео пинг-понг все это есть но пич варп но он принципе так и работает спич варпу пример пример вам справа снизу настройки поведения а справа снизу дожди ну-ка грануля рака а вот точно нифига подожди подожди или нет не ну вроде она с другой стороны у и болтана например того же самого есть грейн дилей который вроде как тоже грануля рачка да то есть тоже гранулярный дилей правда звучит он конечно заметно лажовее чем recirculate но формально есть окей вот этим пока удивить особо не получилось так что еще интересного они тут заявляют так но есть микшер драйву это понятно и фидбэк настройки это окей здесь настройки да у нас есть обычная нота ритм с точкой триоли это все кайфово но опять же вот тут делай и эй болтанский есть нас с точкой есть триоли есть ноты есть да все то же самое чуваки вы вроде сказали что вы типа и инновационная переосмыслили это вообще делай понятия самого эффекта делай да где пока переосмысление что-то пока есть честно не видно так даймэкс давайте посмотрим трэнзи на это нужно набить и каком-то слушать да зачем интересно нам управлять трэнзиентами делая это это в чем прекал так сейчас сейчас на би точек повешу может быть станет понятно да но типа наверное я так подозреваю мы управляем трэнзиентами хвостов зачем это там надо ну да вот помягче стали привет чему тим крутим вот новый дилейчик от не фэншот аудио смотрим что нибудь еще влияет этот компресс а не слышно до что вы что компрессе так довольно циратико ну да king есть у дакин конечно за это респект вот потому что я когда-то делал сравнение многих дилеев до между собой вот допустим мой бутонского того же делает дакинг ну такой себе то есть мне больше всех понравился дакинг он реплики здесь он вроде как работает ок да честно вокали послушаем как это звучит потому что ну дакинг нам на вокале больше всего нужен напомню для тех кто не понимает что такое дакинг то есть у нас звук дела и понижается тогда когда идет оригинальный сигнал то есть грубо говоря нам не нужно чтобы вот эти хвосты они ну то есть вот он начинает играть хвосты уже начинает появляться и они начинают накладываться дальше вот на этот звук вот а если есть дакинг то пока вот этот не проиграет хвосты не по не будут начинать появляться не появляется только вот в этих местах дырках то есть когда им именно ну где мы место собственно говоря но звучит ну работает скажем так не не могу сказать что мне прям очень нравится сейчас дать пенинг как он возьмем еще посмотрим может быть но допустим на пианино как это будет звучать на пианино тоже периодически нужно делать вот слишком много хвостов но работает мягенько мягенько вот вот это я вообще не понял то есть не компрессию не трезинт шейпер для хвостов на хрена ну ладно сейчас почитаем что они потом пишут так есть характер то влияет о это чё это подожди откуда-то зуб а это в самом сэмпле я думал что это уже крест как кристаллайзер работает сам то есть на нет ну окей можем уговнякать да еще то три звук дилеем но и 100 но есть но есть послушаем но как лопайный дилейн наверно тоже пойдет но он очень как очень как-то слабо вот ну нельзя сделать прям какую-то экстремальную дичь что для того чтобы сам для сам дизайн например того же использовать ну окей пойдет наверно линках link есть фильтр но это вообще стандартная вещь то есть просто обычный эквалайзер причем вроде как ну да то есть тут особо ничего даже такого получается инновационного нет например есть дилеи ну которых это полноценный эквалайзер да то есть но это больше похоже на вот примерный эквалайзер как вот за и ботновского эхо нам дождите он тут был то блин куча я уже даже забыл где в эхо эквалайзер он по-моему где-то тут валялся короче он что был ну ладно окей это похоже тогда на эквалайзер у обычного дела и да то есть есть типа срез верха срез низа ну и здесь только добавлено то что здесь у нас появился получается можно еще добавлять резонансик что в целом прикольная он это просто 2 . короче довольно обыкновенный фильтр так ну и в итоге получается что я даже не знаю что конкретно тут они инновационного то придумывали на придумали давайте почитаем еще раз что они пишут так вот этот характер новое не добавили дан новые ритмические опции это мы уже смотрели так control вот you hear вот это вот все мы тоже смотрели мы не выпаду и креет специфик технологии так короче короче ничего то получается и нет но для для сравнения да то есть давайте посмотрим сейчас возьмем стандартный делай вот эхо делай допустим но вообще вейбл то не еще раз как бы несколько делая это они просто не в один плагин слиты да то есть вот есть эхо грейн делай ну в принципе гейта делай это не то ну фильтр делай тоже в принципе интересная штука вот это можно воспринимать как один плагин по сути вот есть реплика делай один из тех дела и of реплика xt один из тех дела и в который ну прям очень недооцененный я почему-то мало людей видел которые его ну как бы юзают но я его очень люблю то есть это очень крутой делай ну и конечно эхо бой допустим да тут старый добрый эхо бой который ну наверно является стандартном уже сейчас типов делаях да ну а давайте еще возьмем мелда turbo делай turbo turbo делай да и посмотрим если то же самое например во всех этих плагинах да то есть давайте посмотрим начнем с и болтонских просто стандартные и болтонские плагины вот но еще раз говорю 3 как один можно воспринимать потому что они в принципе ну они встроены это одно и то же вот эта штука да то есть типа фидбэк дела я как бы нету то есть нету возможности добавить хвостом еще хвосты но если честно тяжело представить когда это нужно то есть но супер странная вещь на самом деле хотя я даже не уверен на сто процентов что может быть а нет вот это это просто орган управления да то здесь особо ничего нет ничего не поменяешь вас ничего не добавишь а вот фильтр где точно вот все нашел пошел где он то же самое даже тоже резонанс можно добавить принципе ну хоть не такой большой но все равно можно да вот так можно работать короче вот это все есть есть и разные по нотам по триолем по точкам все есть гранулярки нет но гранулярка есть грейн делаем например да то есть можно отдельно если нужен гранулярный дилей какой-то вот пожалуйста есть гренделей у которого тоже есть спрей параметр да то есть у этого только есть еще пич рэндом пич чего здесь например вроде как не ну не видно да то есть может быть я чего-то не понажимал но вроде как нету никаких настроек с настройки довольно базовые микшер dry wet но это как бы это базовая хрень она есть вообще в любом дилей то есть dry wet ну здесь есть здесь есть во всех есть секция dynamics то есть компрессия и трэнзин шейпер и дакинг но дакинг самый важный он есть в принципе в этом дела и да то есть эхо и бонус комб остальных их его нет но наверное они и не нужны то есть как ну и он и и мы не нужен потому что они вообще для другого были сделать но вот в этом в этом есть окей трэнзин шейпер не знаю зачем реально не могу придумать но только чтобы помягче сделать например хвосты отделает допустим барабанов каких-то да nokia компрессия не очень понравилась как работает этого нет характер например вот подобие его есть в подожди где-то же это было то получается но из принципе можно сказать что это примерно то же самое ну короче ладно давайте считаешь все таки наверное этого нет но никто не мешает например этот дела и повесить параллельную цепь да то есть например тем же сатуратором обработать то есть формально ну наверно это можно представить но в этих естественно этого ничего нет фильтр такой же ну и сам стейдж ну-ка сейчас подождите сейчас еще раз посмотрим может ревер поддельно как этот еще накладывается ну да какой-то еще небольшой ревер можно наверно наваливать на звук дела ладненько ладненько можно и можно в принципе не не такая уж и нужная штука да ну дела и на реверт накладывать но иногда полезно но не обязательно в итоге получается что даже в бутонском в бутонских делах то в принципе все это есть а в чем инновационность чуваки тут больше не написано вот они прям ну черным белым по-черному пишут и вы и на вейт и капал sings а что что именно инноватили причем в чем выбрали даже для типа отзывов продюсеров ну типа вообще-то дни электронщиков это понял хотя вот джейш шеду не вроде как электронщиков но по крайней мере первый стоит блин эндрю шепс который вообще к электронной музыки нихрена не имеет отношения странно нам странно но окей давайте сравним например его с тем же самым эхо боя на то есть чего их обои допустим или создавать с репликой сначала то есть реплика в принципе на она даже поинтереснее будет как делай смотрим та же самая даже байда есть даже точно такой же практически интерфейс одну в плане вот этого повторения на тут по моему нету вот этого фидбэк делая да ну я сейчас есть честно плохо помню уже где-то чё в реплике но по-моему нет нет это это только эти все fx и короче модерн аналог тэп дифьюжен хотя от муж дифьюжен вот это двигать нельзя почему-то сейчас мы слышим только реплику получается правильно или нет или все остальные дела и тоже короче но типа мне вот именно по саунд-дизайнерский нравится даже реплика больше то есть можно творить большую дичь до king есть характер ну как бы формально который вот в этом ресурки уйти и вот как бы нету такого до фильтр есть да в принципе все то же самое есть только не так не так красиво выглядит они не так удобно может быть немножко надо по этим окошечком короче лазит дату с не все в одном вот но реплика в принципе ну очень хорошие дела и как было такое такое остался эхо бой эхо бой вообще конечно немножко не для этого то есть их обои все таки это дело и вообще не самом дизайнерский по большей части в нем можно самом дизайн делать даже какой-то но по большей части он просто типа круто звучащий у него например просто куча у их обои различных видов до дела и типа эмуляции то есть space и хода каких-то но совсем странных типов дела и да там вот такого то есть это в принципе уже интереснее получается чем вот recirculate потому что но тут у нас характер он ну супер базовый то есть он немножечко только позволяет как-то менять звучание ну короче странно очень странно пока даже их обои выглядит круче если честно то есть их обои сто лет уже в обед вот ну м turbo delay это вообще мне кажется другого уровня уже плагин потому что здесь нас настолько всего нужно настраивать и вообще либо упороться дилеем можно любого вообще уровня любого вкус даже есть них обои а эхо мэн мужицкий дилей настоящий вот типа вот у сан той сахо боя тут вот эхо мэн короче но и не говоря уже о том что тут есть креативные дела и которая абсолютно отбить и шеи звук позволяет получать ну и в итоге я вообще не понял прикола вот этого recirculate вообще не понял если все остальные их плагины вот еще раз я покажу да что вот у меня есть это ну покупал то есть это мои одни из это моя любимая компания одна из моих любимых компаний весь этот пакет или вейт до их эквалайзер даже вот этот вот типа графический эквалайзер который никогда в жизни никто никогда графическими эквалайзерами не пользовался вот это хороший графический эквалайзер как ни странно и выпускают тупо делай я ну если честно вначале я надеялся что но это не будет тупо делай то есть это будет реально что-то инновационное у них норм лимитра у них охеренный лимитр то есть или вейт это лучше лимитер вообще который но по моему мнению естественно все никого не навязывают но тупо выпустить еще один delay зачем них sin даже есть которые я пока не смотрел но которые хотелось бы тоже посмотреть но теперь после то этого дела и дать и пресеты пощелкаем что в пресетах интересно и сейчас включим его грану давайте грану так тут какой-то еще прикол что можно видимо разделять первый второй эхо ну да как я говорил два типа да же first эхо и first эхо вот что за бас а ну это режим машины я кстати забыл еще один делай который вот он реально инновационный вторая моя любимая фирма которая называется and filter аудио вот он он filter audio правильно вот у которой есть делай кто называть сэндмен вот эта штука это вот действительно инновационное у меня иногда от его звука просто вообще волосы на спине встают потому что тут все на гранулярке тут все на модуляции ну то есть тут короче гораздо мощнее ну и это именно если сам дизайнерский нужен короче дела и да ну вот сэндмен крайне рекомендую в принципе вот сэндмен и их обои это получается или реплика например это просто ультимативные дилей который хватит на все и тут recirculate ну ладно может быть что-нибудь еще потыкаем да может быть категория же а вот реверб можно залочить микс окей забракуешь его теперь обзор на него смотри еще раз у меня ну типа я разбираюсь с этими плагинами так же как и вывод первый раз то есть у меня нету там цели да допустим разрекламировать плагин дата силе какое-то но я свое мнение про него говорю реальные то есть ну который я получаю в реал тайме так же как вот и вы получается то есть ну типа по чесноку все по чесноку как говорится я на него надеялся серьезно надеялся я ну естественно бы я нахрен не стал разбирать еще один дела и мне это вообще не интересно у меня тем много много которые интересные которые сложные вот но я надеялся на то что моя любимая компания сделает не ну серьезно я прям надеюсь но это как не знаю вот представь что ты там любитель фирмы там adidas выходит новые кроссовки такой вау сейчас приду ну не знаешь просто новые допустим они вышли думаешь сейчас придут посмотрю а там какая-нибудь болевотня вообще там какого-то цвета коричневого желтой полосой посередине ты такой ну блин почему вот ну и естественно ну как бы я надеялся что действительно инновации в делее возможны вот меня в свое время убедил удивил точнее вот этот сэндмен про который но я херил с него я херил очень сильно херил чуваки ну как бы тоже инновации да то есть больше гранулярки и модуляции модуляции во всем почему-то здесь вообще никаких модуляции нету даже лафошки например не туда там какой-то примитивной ну кстати этого в принципе почти нигде нету да то есть может быть в только у этого есть у м turbo delay ну да м turbo delay это как бы вообще такой такой комбайн что офигеть вот и в итоге да я надеялся да я ну получилось его ну как бы он мне не понравился откровенным я себе купил мне очень звук понравился транзита что выделяет не смотри базар нет как просто delay он крайне хорош но у меня никаких никому нет претензий он действительно хорошо приятно звучит но чуваки во первых заявили что они ну что-то сделали инновационное они во первых заявили что они переработали переосмыслили вообще сам принцип ну там плагина delay потому что ну да они сами вроде как понимали что кому на хрен упал еще один делаете по что делает не новый эффект для электрон музыки они его переосмыслили и немножко но но инновации каких-то добавили я ничего инновационное тупо ничего нет ни одной какой-то ну а что инновационного трейдзин ты что можно добавлять но ну как бы ну да окей ладно это наверное инновационная какой-то степени вещь а все а что еще типа фидбэк накладываем хвосты на хвосты но был такой дела и дизайнер то есть кто не знает тот не знает это короче лоджиков ски дела и вот этот дела и дизайнер из лоджика который с apple на него забили болтяру на самом деле этот дела и дизайнер это еще до того как всякие turbo дела и любые другие дела и появились это был просто царь дела и он позволял делать такие сложнейшие вещи да с фидбэком с дела им что охереть то есть вот ну это царь был был сейчас сейчас уже конечно не особо но раньше был вот это было там то есть ну здесь что такое у альянсов ко мне компрессоры ну их на хрен компрессор вот точно разбирать не буду то есть компрессор вообще ничего не интересного вот на эту штуку я надеялся она к сожалению надежд не оправдала вот я бы сказал что это просто хороший дела и то есть если у вас нет дела и я не знаю каким образом у вас ну типа никакого дела и ходового такого нету да то есть но можно его рассмотреть если бы он стоил например не 49 как сейчас по скидке а ну 20 например может быть ну может быть я его и купил но я гре просто не не вижу куда мне его вталкивать из для чего то есть для отбитых гранулярных дилеев сэндмен вот который я просто обожаю для натуральных хороших дилеев ну либо леп реплика либо их обои либо м turbo дела и то есть у меня тупо четыре дела я дать не говоря уже про кучу еще каких-то других то есть и бутонских которые в принципе почти то же самое все дают что вот это 3 circulate вот то есть но в итоге да ну не каждое наше видео должно заканчиваться каким-то мега позитивным полезным выводом да то есть мы смотрим плагины изучаем их какое-то мнение составляем о них нормально как бы процесс да вот поэтому я лично рекомендовать не могу recirculate к сожалению я прям я супер расстроился потому что говорю еще раз вот не фэнжелд это очень крутая фирма который я просто обожаю и но я хотел посмотреть да подумаю еще теперь подумаю посмотреть их synth generate ну вот мне в целом понравился бесплатный пендюлейт кстати если у кого-то нет вот можете прямо сейчас скачать это бесплатный синт от них очень интересный с реально инновационными штуками с генерацией звуков до прикольный бесплатно кстати есть вот его типа доработанная ну побольше штука вот generate называется вот его я хотел посмотреть надеюсь что он интересный потому что дела и но просто какая-то шляпа ну обычный делай то есть вообще ничем не примечательно хоть модуляцию бы завезли что ли ну тогда бы я мог сказать ну да типа чуваки попробовали инновационность что какую-то внести ну или я не вижу модуляции где вроде как что-то там кажись крутилась нет мне показалось может правой кнопкой нажать нет ничего 10 что то есть нет ничего нет никаких модуляций нихрена нет про джинни рейд джинни рейд вот я и говорю и думаю но теперь я 20 раз подумаю наверное посижу сначала покручиваю все таки чтобы не обсираться так как с этими циркулей там которые ну вот окей вывод про него понятен но ничего такого интересного дата всем к сожалению себя не представляет вот так что да такой вот обзорчик сегодня получилось по лайту по быстренькому управились надеюсь вам поможет выбрать еще свой дела и какой-то любимый ну у нас есть на канале на самом деле отдельное видео про тест разных дела и в там в принципе ну практически естественно turbo дела и это царь царь но сложный то есть все таки у него слишком слишком много всего то есть иногда не хочется вот так вот столько всего до реплика это не признанный царь потому что очень хороший крутой дилей но никто его не использует почему-то да но их обои как бы это их обои то всех обои это короче классика классика делай вот так что такой вот обзорчик надеюсь был вам полезен помог составить какое-то мнение про новый плагин не забудьте подписаться на наш канал emphasis обязательно поставить лайкосик любому видео которое вам понравится смотрите ставьте лайкос и пишите комменты там спорте говорить болин ты нихрена не понимаешь последнее время видимо из-за того что я многим отвечал что я все понимаю они такие типа поляну но они не будут трогать его наверное он что-то какой-то агрессивный не буду его трогать перестали комменты писать мне на самом деле я не агрессивный вот я на неконструктивную критику отвечаю также не конструктивно то есть если вы говорите что нихера не понял я набираю я говорю что это ты ничего не понял я я не набираю очевидно ну что даешь то и получаешь если критика конструктивная всегда к ней прислушиваюсь я совершаю много ошибок я признаю в том же видосе про real phones были ошибки вот но это нормально то есть я говорю я не готовлюсь я не стиль такой короче специально вот тому же кто из продюсеров не совершает ошибки эндрю шипс вот так что подписывайтесь на youtube обязательно нашу тележку у нас сегодня вышла довольно большая статья которую написал наш подписчик один из подписчиков и я разместил про nft релизы то есть если кому-то было когда-то интересна тема nft релизов ну и потому что выглядит это конечно очень все вкусно типа вот лейбл например написал да там мы вместо там 38 евро за 9 месяцев получили 133 доллара за 24 часа за релиз такой душу нихера себе бесплатные деньги что вот и наш подписчик который имеет очень хороший опыт в крипто сфере подробно объясняет про самый популярный вот это сейчас сервис битсонг почему это все скам или около скама крайне советую почитать чтобы не вестись на всякую срань nft нет нету его короче музыки нет ну по крайней мере выглядит это все как скам на 99 процентов может быть один процент и что-то там и зарабатывает короче так что такие статьи много чего интересно обязательно будут появляться так что обязательно подпишитесь на наш эмпасис тележный чат ну и конечно вступайте в наш клуб приватный собственно говоря вот откуда и был наш подписчик то есть который один из наших подписчиков участвовать участник нашего комьюнити вот так комьюнити мы делаем все мы демки ценим автопе про продакшн говорим даст звон и проводим в зуме каждую неделю про маркетинг ну короче у нас там вся движуха так что если хотите заходить и становитесь нашей частью для тех кто с youtube смотрит вот там ссылочка в описании есть 20 процентов скидка на первый месяц ну а так спасибо что посидели сегодня всем респект хорошего вечера увидимся на неделе еще и покеда пока пока пишите музыку и